Пять билбордов у администрации Ступина, Подмосковье. Более трех лет предприниматель Константин Фокин борется за право посещать заседание местного совета депутатов. При первой же попытке, вспоминает активист, совет принял протокол, запрещающий лично Фокину принимать участие в заседаниях. С тех пор проходное здание администрации – непреодолимый оборонительный редут. «Выйдите из здания, вы идите из здания, никто вас не берет». Константин Фокин уверен, любой житель округа имеет право присутствовать на собраниях. На его стороне закон и два судебных решения, подтверждающих это. Первое – отменяет персональный запрет Фокину. Второе – признает незаконным внутренний регламент совета, требующий все посещения согласовывать. А началось все с благих намерений. В родном селе Сидни-Щелканово, в 16 километрах от Ступина, Фокин решил отремонтировать школьный кабинет труда, а власти обещали выделить средства на новое оборудование. Когда работы были выполнены, а новое оборудование так и не появилось, Константин Фокин решил обратиться к властям округа. Пришел в зал заседаний, сел на специальное место. Депутаты удивились. Заседать при избирателе, который явился без приглашения, не стали. Вызвали полицию, но та нарушения не нашла. Депутаты продолжают обсуждать, и через какое-то время называют замначальника полиции, уже и так, который настойчиво меня просит уйти. По итогам, после того, как депутаты все-таки начали свое заседание, уже без меня принимают протокольные решения, что гражданина Фокина никогда в жизни больше на наше заседание, на заседание депутатских комиссий не пускать. Вот так в лоб перечеркивается федеральный закон. После серии тщетных попыток попасть на совет, протест стал делом принципа. Фокин пикетировал здание администрации каждый месяц. Временами прямо в самом здании. Свою акцию он назвал марафоном достоинства. Приезжавшие на вызов полицейские заявляли, имеет право, место общественное. В апреле от бессилия активист вошел на крайнюю меру и объявил голодовку. На 16-й день прервал. Перед очередным заседанием 25 апреля поддержать Фокина к администрации пришли другие ступенцы. Агрессивно встретили сотрудники и охраны, и администрации женщин. И поднялась какая-то обратная реакция у людей, которые пришли. И вот она такая, слушайте, вы в лоб нарушаете федеральный закон, вы ведете себя безобразно. Пришли спокойно посмотреть на совет депутатов. И физически вся эта группа прошла. Они чуть-чуть это обсуждали. На голосование поставил вопрос, что раз регламент нарушен, мы не можем проводиться. В итоге проголосовали, там, большинством, почти все, что не могут. И разошлись. После заседания активисты провели акцию, символически похоронив открытость власти. Несмотря на похороны, Константин Фокин считает случившейся маленькой победой гражданского общества. В городе заговорили о проблеме. Но пока мало говорят в самом совете депутатов. В съемочной группе «Радио Свобода» не удалось попасть в кабинет к членам совета, как рекомендовали в общественной приемной администрации. Секретарь по телефону заявила, что никого из членов совета нет. Одна из депутатов обвинила Фокина в нарушении рекламента и недостойном поведении. Они себя ведут недостойно. Есть положение. Общественность присутствует. Все нормально, я считаю. Но он же тоже как часть общественности имеет право посещать ее. Ну пусть себя достойно ведет. Акция протеста Константина Фокина продолжается. Иван Воронин, Никита Татарский, Радио Свобода, Ступино.